В конечном итоге порядка 30 человек будет работать на этой площадке. Региональный филиал Фонда защитники Отечества открылся 1 июня. За это время сюда обратились 3300 человек. Они задали порядка 6000 вопросов. Больше 1000 человек получили индивидуальное сопровождение. Чаще всего обращаются члены семей действующих участников СВО. Сами военнослужащие, когда приезжают в отпуск, и ветераны боевых действий. Людей в принципе интересуют, какие меры социальной поддержки на региональном, на федеральном уровне существуют для действующих военнослужащих, для ветеранов и для семей, в том числе семьи погибших. По вопросам выплат, связанным с участием СВО, речь идет о выплатах денежных удовольствий, о выплатах уронения. Также достаточно актуальным являются вопросы выдачи удостоверений ветеранов боевых действий. В фонде в режиме одного окна работают отделения фонда пенсионного и социального страхования, служба занятости, центр материальной помощи, юридическое бюро, военкомат, МФЦ, психологи. За каждым обратившимся закрепляют социального координатора. Это человек, который по сути является индивидуальным помощником, к которому можно обратиться с любым вопросом. На каждого человека, кто к нам пришел, составляем анкету. И обязательно берем их телефон, даем наш телефон и, конечно же, связываемся постоянно. Мы подключаем все ведомства, все ресурсы на это выделяем. И, естественно, вопрос может решаться не одним днем, он может решаться и какой-то продолжительный период. Ангелина Галимова, супруга участника СВО, руководит региональным штабом комитета семей воинов Отечества. К ним тоже обращаются за помощью. Говорит, порой просто не хватает нужного документа для решения вопроса. Супруга погибшего, у нее двое детей маленьких. Сама она работает. На детей пенсия никак не назначалась. То есть мы связались с войсковой частью, нашли вот эти упущения, которые здесь. То есть пенсией занимается военкомат, связали с военкоматом, с войсковой частью. Они между собой документально все это решили. И сейчас дети получают пенсию. Психологическая поддержка, обеспечение лекарствами, техническими средствами реабилитации, прохождение, лечение, помощь в трудоустройстве или переобучении. Фонд защитники Отечества взаимодействует с разными профильными ведомствами. Казанский энергетический колледж предлагает бесплатную трехмесячную переподготовку. После помогают найти работу. Взаимодействие с фондом хотят наладить и депутаты. В семье военнослужащие вот только погиб муж на СВО, только не успели похоронить. Она с тремя детьми осталась, и ей нужна няня, социальная няня. И она не знает, куда обратиться. А мы должны везде сказать, что по социальной няне надо обращаться к нам, в Добрую Казань. Там целая служба. И здесь в фонде это должны знать, что с этим вопросом к нам надо обращаться, к этому фонду. То есть вот такие жизненные вопросы возникают. Забрать ребенка из детского сада, доставить продукты, зимой почистить снег. Просят найти репетиторов для детей. На первый взгляд простые обращения, но для семей они важны. И такие вопросы тоже нужно решать, говорят на круглом столе. Есть штаб волонтеров, которые и на базе Доброй Казани находятся, и на базе Центра добровольства города Казань, это при комитете по делам детей и молодежи. Добровольцев очень много, слава богу. Как правило, поступает звонок на горячую линию Доброй Казани, а тут уже распределяется. Есть волонтеры, которые готовы сегодня помочь, завтра помочь. Иногда нужны волонтеры со специальным образованием. Депутаты предложили взаимодействовать с социальными координаторами, чтобы они могли напрямую обращаться к ним. Главная задача – помочь в получении всех мер поддержки. Вероника Гайнудинова, Алмаз Ядзинов, ТНВ, Казань.